МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Тамара Рокетянская. Коротко о главных событиях в регионе. От цифровых технологий и сельского хозяйства до туризма. Участие Воронежской области в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге уже приносят первые плоды. За несколько дней работы в северной столице губернатор Александр Гусев провел десятки встреч. Достигнут ряд перспективных договоренностей, часть из которых уже закреплена на бумаге. Причем речь не только об инвестпроектах. Такие знаковые встречи были с АСБЕРом, подписали соглашения в области искусственного интеллекта и G-трансформации. Это такие важные направления. С Газпромнефтью подписали соглашение об использовании современных материалов, которые производит компания у нас в дорожном строительстве, в жилищном строительстве. С Росатомом подписали соглашение, продолжающееся наше взаимодействие в части развития города Нового Воронежа. Подписали тройственное соглашение о начале реализации инвестпроекта. Крупный проект на 25 миллиардов рублей по выращиванию овощей в закрытом грунте. Ну, такой насыщенный. На самом деле, два рабочих дня, поэтому я, собственно, очень положительные такие впечатления и чувства от участия в форуме выношу. Но не экономика единая. В рамках международного форума на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга прошли дни Воронежской области в северной столице. Фольклорные ансамбли, традиционные ремесла плюс народные костюмы и экспозиция от Дворца Альденбургских. В общем, посмотреть было на что. В деловой программе, посвященной популяризации туристического потенциала региона, приняли участие губернатор Александр Гусев и его петербургский коллега Александр Беглов. Они осмотрели выставку и обсудили перспективные направления сотрудничества. В частности, Александр Беглов предложил поделиться со специалистами из Воронежской области опытом цифровизации различных сфер городского хозяйства. Но основная тема все же туризм. Здесь же состоялась презентация сразу двух проектов. Автопробега Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта и нового маршрута с говорящим названием «Альденбургские путешествуй по России». Оба направлены на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания к объектам культурного наследия регионов. Лейтмотивом стала тема сохранения исторической памяти об Альденбургских, одной из известнейших аристократических династий, которая внесла огромный вклад в развитие российских территорий. Автопробег с привлечением российских журналистов и блогеров планируют организовать уже в августе. Его протяженность составит больше трех с половиной тысяч километров. Участники проедут по трём федеральным трассам Нева, Дон и Таврида и посетят десятки достопримечательностей. Завершится пробег в Львадийском дворце-музее, который был резиденцией российских императоров и любимым местом отдыха семей альденбургских. По сути, каждый автотурист становится амбассадором Черноземья, когда он видит такие потрясающие виды. Наша же задача контролировать сервис, и поэтому мы одним из проектов по этому маршруту будем запускать создание системы сертификации добровольной для семейных путешествий, чтобы любая семья могла знать, где, в каком отеле она может остановиться, где встретят их с детьми, будет детское меню, а также возможность, например, ввести с собой своего питомца. Это важный момент, который составляет человека задуматься об остановке. У нас есть такой даже слоган «По дороге на юг не забудь завернуть в Воронеж», а я говорю «Не забудь завернуть в Рамонь», поскольку и Санкт-Петербург, и Рамонь связывают историческую личность, это внучка Николая I, императора, которая родилась в Мариинском дворце здесь, в Санкт-Петербурге, и некоторое время владела имением Рамонь. И вот это имение мы восстанавливаем и сохраняем. И очень хотим, чтобы, проезжая на юг, к нам заехали и посмотрели, узнали о том историческом и культурном наследии, которое оставили для нас принцы Альденбургские. Явно лишний. Так отзываются о новом частном доме жители многоэтажки на улице Кольцовской. Строительство началось еще пару лет назад, прямо у них во дворе. Возведение удалось остановить примерно на год из-за судебных разбирательств. Но на минувших выходных оно снова продолжилось. Собственник строящегося дома уверяет, что все законно. Соседи, в свою очередь, с этим не согласны. Мнение сторон выслушала Анастасия Алексеева. Выезжаем теперь с трудом. Из-за забора у новой постройки проезд стал уже жалуются жители. По их словам, рабочие приехали туда на минувших выходных, установили перекрытие и частично оградили территорию. Усложнен пожарный проезд. Теперь непонятно, если случится вдруг какой-то пожар, как будет пожарная техника проезжать на территорию. Кроме того, стройка в выходные шла, это шум, это разбивают нам дорогу, строительная крупная техника. И в принципе, рядом с памятником архитектуры, таким значимым, это единственная сталинская высотка в городе, снова что-то строится. Высотка у девицкого выезда действительно имеет охранный статус. Но разрешение здесь не нужно. Дом возводят на частной территории. Однако выходить за ее пределы собственник не имеет права. А он, по словам жителей, так и поступил. Предыдущая постройка на этом месте была меньше нынешней. Елена Маркова живет здесь 40 лет. И ей есть чем сравнить. Этот дом по размерам превышает то, что было раньше. То есть получается, что вместо того, чтобы восстановить, как полагалось, построили совершенно новое здание. Нет ни паспорта, объекта. Мы не знаем, что здесь будет. И мы опасаемся, что на этом месте будет какое-то учреждение, либо какой-то клуб, кафе. Кафе не будет. Да и квадратура здания не превышает метраж предыдущей постройки, уверяет представитель собственника. По его словам, старое здание больше напоминало сарай, в котором лишь складировали мусор. А по завершению строительства все будет цивильно. Это одноэтажный частный индивидуальный дом. Вот как он называется в документах, так он и будет. Участок, как числится, участок под ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, так и будет. Есть решение суда, где черным по белому написано именем Российской Федерации суд Ленинского района города Воронежа обязывает, то есть требует, собственников привести дом в исходный вид. То есть в соответствии с параметрами одноэтажного кирпичного дома частного почвы с 8 квадратов. Точку в этом вопросе может поставить городская администрация. Для этого жителям необходимо обратиться в мэрию с официальным запросом. Профильные специалисты выйдут на место, чтобы проверить параметры застройки. Если метраж дома превышен, вероятно, чиновники обяжут собственника снести постройку. Помни о поезде. В день привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники ЮВЖД раздали автолюбителям специальные листовки, чтобы напомнить о простых правилах в максимально необычной и увлекательной форме на помощь решили позвать ростовых кукол известных персонажей коня Юлия и символ города Лиски Лису. Как прошел флешмоб и что по поводу таких акций думают сами водители, расскажет наш корреспондент Евгений Жакот. Как правильно следует пересекать железнодорожный переезд? Чего точно не стоит делать рядом с поездом? И какие правила необходимо помнить, чтобы не допустить столкновения? Ответы на эти вопросы известны каждому водителю, но чтобы освежить их знания, сотрудники стальной магистрали в очередной раз занялись ликбезом. Местом действия выбрали переезд в селе Пухово Лискинского района. С собой взяли корпоративных волонтеров и школьников. Они-то и раздавали листовки проезжающим автолюбителям. У нас город сам по себе крупнейшая железнодорожная станция, соответственно весь район опутан железной дорогой и естественно очень большое количество железнодорожных переездов. Он сам собой, железнодорожный транспорт как правило самым безопасным является, но все же все это перечеркивается ужасающими последствиями в случае каких-либо аварий на железнодорожных переездах, в первую очередь по вине водителей. Главная цель подобных акций на железнодорожном переезде это прежде всего при лечении внимания автолюбителей. Ну а кто может справиться с такой задачей лучше, как незнаменитый конь Юлий и главный символ города Лиски? Ребята в этих ростовых куклах не только привлекают внимание, но и помогают раздавать листовки. А еще разыгрывают сценки про нарушение правил дорожного движения. Автолюбителям понравилось, говорят правила помнят и стараются не нарушать. Не спешим, аккуратность. Скажите, ребята, далеко было видно, вот привлекают внимание всячески, получилось у них это сделать? Конечно, да, особенно Лисичка, сразу было видно, как шла. Несмотря на осведомленность местных автомобилистов, ДТП на стальной магистрали все-таки случаются. По данным статистики, с начала 2023-го в зоне ответственности ЮВЖД зафиксировано семь таких эпизодов, причем два из них на территории Воронежской области. Избежать подобных ЧП просто, говорят железнодорожники. Достаточно соблюдать простые правила. Не выезжать при запрещающем сигнале светофоров, соблюдать все знаки, предписывающие на железнодорожном переезде, выполнять требования работника железнодорожного переезда, если вдруг какие-то заторы на переезде, или что-то случилось. И получается, соблюдение этих правил только обеспечит всю безопасность движения и профилактику ДТП на переезде. Подобные мероприятия сотрудники ЮВЖД проводят постоянно, в том числе и в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Есть в обойме работников стальной магистрали множество других регулярных акций, направленных на достижение одной общей цели безопасности на железных дорогах. Для тела и души в сквере примирения и согласия прошла традиционная акция «Будь здоров!» Управа Советского района и местное отделение соцзащиты, объединившись с серебряными волонтерами и депутатом облдумы Алексеем Черновым, организовали сразу несколько площадок. Основная – медицинская. Врачи из седьмой поликлиники обследовали всех желающих. Измерение давления, роста и веса, ЭКГ, консультация терапевта. Каждый специалист в отдельной палатке. Очереди есть, но никакого раздражения, только позитив. Большинство участников акции – женщины за 50. Говорят, что за здоровьем надо следить, особенно в их возрасте. Например, Татьяна Санникова – убежденный сторонник концепции активного долголетия. Не только регулярно проверяется у врачей, но и занимается скандинавской ходьбой. Во-первых, то ты ходишь на двух ногах, а это получается четыре ноги, отталкиваешься палочками, очень свободно идти. И при этом ты затрачиваешь большое количество калорий. Очень здорово, что вот так обратили внимание на пенсионеров и делают вот этот вот скрининг. Ну, у каждого, конечно, есть аппарат давления, но здесь вот такие аппараты давления измерят и побеседуют. Вот сейчас я пойду, наверное, к артреологу, у меня немножечко повышенные боли. Вот что она мне посоветует, следует, и советует. Профилактика, на самом деле, очень важна, да, особенно для людей, в том числе и старшего поколения, и не только. Чем раньше мы выявляем или бак, риск, или заболевание, на ранней стаде мы можем остановить его прогрессию. А после проверки здоровья мастер-классы и концерт. За праздничную программу отвечают творческие коллективы, целиком состоящие из артистов старше 60-ти. Здесь и любимые песни в исполнении советских девчат, и зажигательные танцы от активистов из Ленинского района. Они собственным примером доказывают, что серебряный возраст это полноценный этап жизни человека. А седина совсем не причина сидеть без дела. Наши активные бабушки и дедушки сегодня, видите, танцуют, поют, развлекают и себя проявляют, то, что на свежий воздух можно подвигаться, и людей агитируют непосредственно к здоровому образу жизни. Мы в прошлом году и позапрошу проводили, провели анкетирование, провели опрос и очень много положительных отзывов получили. Поэтому планируем каждый год проводить такую акцию. В преддверии Дня медицинского работника в Воронеже подвели итоги традиционного конкурса народного признания «Спасибо, доктор!» За своих любимых врачей проголосовали больше 6 тысяч благодарных пациентов. Побывать на рабочем месте призера конкурса решил и наш корреспондент Никита Селезнев. Солнечные очки, резиновый пудель, да еще и фокусы в придачу. Речь не о походе в цирк, хотя сходство все-таки есть. Удивительно, но на прием к детскому стоматологу Юлии Рассказывай дети идут с таким же восторгом, как и в Шапито. В своем кабинете она не пугает малышей визгомбормашины, а наоборот заставляет удивляться и смеяться. Мне показал врач фокус платком. Врач досунула его в кулак и сказал падуть. Я падула, и он исчез, на полу нет. Творческий подход к профессии детского стоматолога не остался без внимания. В традиционном конкурсе «Спасибо, доктор» это авторский проект депутата Госдумы Сергея Чижова. Юлия Рассказова заняла заслуженное второе место. Участники, а их около 160, боролись за звание лучшего народного врача. За самых-самых проголосовали более 6 тысяч воронежцев. На стоматологии мне нравилось с самого детства. Это очень интересная специальность. А детским стоматологам мне кажется, что это мое действительно призвание. Потому что приходится работать не только с детьми и с их родителями, но и с детскими страхами. Так сложилось, что стоматолог это самый страшный врач, который есть только на планете. И если мы вспомним наше с вами детство, это холодные страшные коридоры, это какие-то кабинеты белые с холодными стенами. Поэтому сейчас приходится ломать эти стереотипы для того, чтобы врач-стоматолог детский был для ребенка не только хорошим доктором, именно как специалистом, но и хорошим психологом, а также другом. Подобные авторские проекты, особенно Сергея Викторовича Чижова, они позволяют обратить внимание на отрасль, выявить лидеров этой отрасли, в каких-то моментах понять и проблемы, но в то же время и находятся пути решения этих проблем. И доктора, в свою очередь, видят, что на них обращают внимание и видят востребованность в своей работе, что приводит к развитию как личностных качеств врача, так и вообще всей нашей отрасли здравоохранения. Конкурс «Спасибо, доктор!» проводится уже 10 лет. За это время в нем приняли участие более 50 тысяч воронежцев. Их поддержку и слова благодарности получили свыше полутора тысяч врачей и медсестер. Игра, в которой все серьезно. Юные воронежские спортсмены сразились в турнире по пейнтболу. На соревнованиях было порядка полусотни участников. В основном это ребята, которые занимаются боевыми искусствами. Хаквандо, ММА, киндо, джиу-джитсу. Команды состязались в двух возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет. Предварительно у ребят было две тренировки, на которых им объяснили основные принципы игры. Между тем и сами спортсмены подошли к турниру серьезно. Обсудили мы, как у нас будет вести бой, как будет оборона и так далее. То есть подход серьезный к этому? Да. Команда должна победить, если будет слаженность. Так, ставлю 95% в точную победу, чтобы не попали по тебе, потому что, если попадут, будут синяки. Но синяки это не страшно. Говорит, за шрамы синяки украшают мужчину. Может и украшают, но такого допустить нельзя, говорят инструкторы. Поэтому перед началом соревнований участникам еще раз и разъяснили все правила. Такой турнир провели в рамках областного проекта «Юный спортсмен-защитник Отечества», который с начала года реализует Центр развития физической культуры и спорта при поддержке профильного департамента регионального правительства. Школьникам регулярно устраивают состязания по игре в пинтбол, как в этот раз, а также учат стрелять из пневматического и огнестрельного оружия. За время существования проекта в нем уже успело поучаствовать более трехсот молодых воронежцев из различных спортивных секций. Тренировки вызывают у них неподдельный интерес. Ребята стремятся вникнуть во все тонкости процесса и следовать наказам инструкторов проекта «Юный спортсмен-защитник Отечества». Ведь здесь, несмотря на то, что тот же пинтбол веселая игра, за нарушение правил серьезной санкции. Подсказки и снятие маски. Это самое основное. За любые подсказки удаление с площадки сразу. И снятие маски еще хуже. Могут там удаление плюс один или даже плюс два. То есть удаляют того, кто снял маску и еще двоих из его команды. Проект важен для молодежи. Ну, на примере пинтбола он развивает такие качества, как концентрация, командная игра. В рамках 12-го Платонов-феста и при поддержке Чеховского фестиваля в Воронежском театре опера и балета показали постановку внутри, созданную индийским хореографом Адити Мангалдас. Может ли древний танец получить социальный контекст, сохранив при этом свою философию, узнала Кристина Штерн. Если кто-то ожидал увидеть танцы, как в Болливуде, то был разочарован. На сцене театра оперы и балета постановка внутри от одного из самых известных и противоречивых индийских хореографов Адити Мангалдас. Это смесь древнего классического танца катхак и контемпори. Ее клевали в Индии и продолжают клевать именно за отход от традиционного катхака. То есть она тот самый автор, который привнесла в традиционный более-менее танец некие новые элементы. То есть совершенно точно видно, что человек имеет свою точку зрения и в соответствии с ней выстраивает всю остальную вселенную. И тематика от исследования внутреннего мира до каких-то совершенно нарративных вещей вплоть до новостной повестки. Во время постановки этого спектакля в Дели произошел ужасный резонансный инцидент. Групповое надругательство над девушкой, поэтому красной нитью стало размышление над природой человеческой жестокости. Танцовщики в аутентичных холщовых одеждах передвигаются босиком. Их движения кажутся хаотичными и агрессивными. Они то падают, то поднимаются, то кружатся, кто замирают. Спектакль внутри исследует сокровенные уголки души, где переплетается свет и тьма, добро и зло, мужественность и женственность, жестокость и человечность. Индийский философ Кришнамурти говорил, что если у нас есть какие-то негативные качества, то страдаешь из-за них только ты сам. А нужно быть как река, которая обходит весь негатив, и у человека должна быть смелость, чтобы заглянуть внутрь себя. Нужно найти правильное зеркало, в котором ты увидишь, кто есть ты на самом деле, и только после этого в нас появляется красота, любовь и все прилагающееся. Только в понимании себя есть свобода. Таким образом, зеркало и закрытое лицо становятся метафорой в постановке, двойственной, как человеческое сознание. И если первая часть темная и тревожная, то во второй появляется свет, в котором танцовщики ищут ответ на вопрос, есть ли способ открыть в себе то, что делает нас человеком. У меня вот этот спектакль, это просто наслаждение. Вот в первую очередь я вот прям с придыханием вот так вот следила за каждой вот этой сценой. Это были и страхи, и переживания, и личины, и вот эти маски, которые перемежались с различными эмоциями. Эти картинки в голове, то есть они у меня на многое накладывались, на многие ощущения от своих каких-то жизненных опыта и ситуации, в которой я проживала. То есть это было очень интересно. В первой части звучит электронная музыка, а во второй танцовщики двигаются под живой звук национальных индийских инструментов. На ногах у них браслеты с колокольчиками, которые звенят в такт движения. Это волшебство, то, что сегодня русский человек, да, вот на нашей Воронежской земле может увидеть такую грань этого большого необъятного мира. Люди вообще с другого края света, да, привезли какой шлейф за собой, начиная от костюмов, заканчивая решениями, да, сценографией. Вот эта красота, которая случается, да, которую я наблюдал сейчас, она вот именно такая умная. Не от выточенности, не от выстроенности, а от идеальности форм, а от того, что тело двигается очень по-разному. Нюансы постановки, а также историю танца Катхак Адити Мангалдас вместе с танцовщиками раскрыла на пресс-конференции в Доме журналистов. Оказывается, это название переводится как «человек, рассказывающий историю». Изначально он был мужским храмовым танцем, потом придворным, соединяющим в себе индуизм и ислам. У танца нет пола, и мы все должны иметь возможность выразить себя через движение. Когда танцую, я чувствую себя счастливой, и в конце я ощущаю себя очень вдохновленной. Я училась жить через эту постановку, и она открыла глаза на многие стороны моей жизни. Я считаю Адити своим гуру. Именно она меня научила этому видению танца, который смешивает классику и современный танец. На протяжении 10 лет я смотрел на репетиции, но не выступал на сцене. И это первый раз, когда я представляю эту постановку, которая учит, как трансформировать негативные проявления во что-то хорошее. К слову, Адити танцует с 5 лет и в свои 63 года выступает наравне со своими танцовщиками. Танец для меня как дыхание, как жизнь. Я закладываю очень глубокий смысл в танец. Я не принадлежу ни к индуизму, ни к христианской, ни к мусульманской, ни к какой другой религии, кроме духовности и человечности. Я верю в человечество и моя религия – это человек. Ну а после выступления индийский хореограф вместе с артистами провела открытую встречу с воронежцами и с удовольствием ответила на все вопросы, которых у зрителей накопилось немало. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий, хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok